Генеральный спонсор тележурнала «Страна Советов» Томатологическая клиника «Центродент» Томатологическая клиника «Центродент» Томатологическая клиника «Центродент» Томатологическая клиника «Центродент» Привет всем и каждому в отдельности. Это «Глянцеватель» журнал «Страна Советов», а также я, его ведущая, Вероника Сухачёва. Чем выше растет столбик термометра, тем больше, дорогие девушки, у нас забот и хлопот. Визиты в косметические салоны, походы в фитнес-центры, самоограничения в виде диет. На что не пойдешь ради внешней красоты. Но часто в погоне за внешней красотой мы забываем о том, на чем эта красота основывается, о состоянии нашего организма. Ведь проблемы в одной его части очень легко могут отразиться в другой. Сегодня предлагаю поговорить исключительно о здоровой красоте. Подробности далее. Смотрите сегодня в полезном выпуске «Странный советов». Самая загадочная певица российской эстрады Ева Польна в эксклюзивном интервью. Выбираем платье настоящей принцессы. Умным людям умная техника. Наводим порядок быстро и качественно. Фиксируй яркие моменты вместе с большой переменой. Оставаться самой собой, сохранять связь со своим внутренним голосом и писать исключительно искренние и исключительно настоящие песни. Вот ее приоритеты. Впервые в Калининграде. Первый и единственный концерт одной из самых роскошных певиц российской эстрады. Встречайте Ева Польна и, естественно, Денис Саландин на первой странице нашего глянца. Всем привет. Меня зовут Денис Саландин. Это модные персоны на Первом городском. Мне кажется, этого интервью я ждал всю жизнь. Сегодня у нас в гостях Ева Польна. Аплодисменты. 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 это связано. Ева, это вам, вы... Я сегодня, знаете, сегодня в поисках чельпанов, я знаю, это ваши любимые цветы, как в той сказке про подснежники, не нашел. Я на самом деле мечтал об этом интервью, мечтал с вами познакомиться, а вот ваши мечты, они часто сбываются, и вообще за что благодарна своей профессии? Своей профессии? За то, что я могу в этой профессии, как ни странно, быть сама собой, а то, что у меня есть возможность сказать то, что я хочу во всеуслышание, и может быть, я просто некий, не знаю, микрофон чей-то, а мне приятно, что те слова, которые мне приходят в голову, не знаю из-за чего, что они созвучны многим людям. Ну, я на самом деле в Москве был два раза на ваш контакт, когда вы еще пригостяем из будущего. Вот. Вот эти вот песни ваши замечательные совершенно. Слушайте, скажешь же песню какая-то история? Может быть, какая-то нам расскажете секрет какой-то необычной истории? Все эти истории, часть моей жизни, променяли они, про моих любитских людей, про моих любитских друзей. Они не пишутся просто так. Вот песня, я не могу сказать, о чем эту песню, я могу сказать, что песня «Не расставайся» была написана за два часа. Я рыдала, сидела в своем будуаре, скажем так, на полу и написала музыку и слова за два часа. Напела он диктофон и поняла, что вообще не смогу бежать без этой песни. Песня «Не расставайся» прекрасна, волшебна и очень искренняя. И люди это чувствуют, даже те, кто может слышать ее в первый раз. Вот тогда о том, как пишутся песни, они пишутся по-разному. Мне не сбежать с этой грустной планеты Ни причины, ни причины, ни дай мне за ваша. Мои клипы – это продолжение меня самой. И очень часто никто не знает лучше, чем я. Как бы я хотела... Станово? Да, как бы я хотела увидеть. И так получилось, что не того, что я считаю себя Феллине. Хотя, может быть, я такой и есть, друг. Я больше не люблю тебя. Твои слезы в нас все пропичали. Ответили, спасти. А с вами думали о том, как все садаши вместе звучали. Ну, прочитай мои песни, и все мои песни. Я не так. Как вы занимаетесь вашими лучшими? Являниевна занимается. Ну, то есть, когда мы... Когда у нас есть специальные съемки или какие-то клипы, ну, естественно, интересно. И хочется работать со стилистами. Я работаю и очень жду, что кто-то посмотрит на меня с еще другими глазами. Так что, дорогие стилисты, дизайнеры, художники, пишите, звоните. Вы знаете, это такая шутка, наверное, потому что песня «Так отважно». Она написана в году в 99-м, а вышла в альбоме во втором, «Зима в сердце». И эту песню я спела я столько тысячи раз. Когда я еще была молодым артистом, который стоит на очень большой сцене, я думаю, как же можно оставаться искренним, спев песню тысячу раз. Это же трагедия. Ну, можно спеть десять раз, ну, двадцать. А как спеть ее три тысячи раз? Я в том, что эту песню я пою в 15-й год фактически, в 14-й. И для меня это как бы шутка, потому что она для меня... Ну, чтобы быть правдивой, я оживляю. Раньше я пела песню, стручки из песни «Хай-пай». Ну, такое как бы, это игра, потому что, несмотря на то, что ей очень много лет, для меня она настоящая, я не в руку, когда ее пою. Сейчас дуэт с кем-то поменять. Дуэт? Не знаю. Хотелось бы спеть дуэт со Стингом, не знаю, согласитесь ли он. Свадьба – это, конечно, счастливый момент в жизни каждого человека. И в этот день не хочется банальности ни в чем. Оригинальное торжество, прогулка, фото и видеосъемка. И, конечно же, платье невесты. Наряд невесты должна выбирать так же, как и мужа. Один раз и на всю жизнь. И купидон вам в помощь. Желание невесты предстать перед гостями на свадьбе в самом роскошном и восхитительном платье вполне понятно. Ведь каждая девушка в этот день хочет быть неотразимой. Поэтому выбор свадебного платья – это бесспорно самый главный вопрос, который волнует невесту. Выбирая платье, девушка в первую очередь руководствуется своим вкусом. Но при этом не стоит забывать, что свадебное платье также должно быть модным. Ведь ни одной девушке не захочется, чтобы ее посчитали старомодной невестой. Поэтому всем, кто планирует свадьбу в 2012 году, обязательно стоит познакомиться с главными тенденциями свадебных нарядов. Объемные по-настоящему царские наряды создаются не за счет тяжелых материалов, а с помощью воздушных, легких, полупрозрачных тканей. Например, многослойного тюля. Дизайнеры рекомендуют такие платья девушкам с тонкой талией. СВАДЕБНЫЕ ПЛАТИ Платья 2012 года продолжают модные тенденции прошлых сезонов, но при этом имеют свои особенности. Актуальными в 2012 году будут платья с длинными шлейфами. Тем, кто стремится к индивидуальности, дизайнеры предлагают ретро-платье длиной до колена или короткие свадебные платья. Большинство дизайнеров в этом году сделали ставки на женственность, мягкость и нежность. Поэтому платья должны быть романтичными и легкими. Массивные формы, тяжелые ткани и чрезмерная отделка уступают место воздушным невесомым материалам, легким силуэтам, трапировкам и изящным украшениям. Пышные платья постепенно отходят на второй план, пропуская вперед утонченные, изящные модели, плотно облегающие женскую фигуру и подчеркивающие все достоинства. В таком платье прогулка молодых станет незабываемым моментом в жизни влюбленных. Ну а девушкам, которые знают себе цену и не стремятся поражать всех окружающих своим нарядом, оценят платье с а-силуэтом. Этот простой и изысканный вариант станет лучшим украшением невесты на не слишком пышной свадьбе. В этом сезоне дизайнеры практически единогласно предлагают невестам длинные свадебные платья, целомудренно прикрывающие ноги. Длина в пол, независимо от фасона платья, смотрится наиболее выигрышно и торжественно. Цвет свадебного платья 2012 – это не только классический белый наряд. В этом году весьма популярны цветные свадебные платья. Кофе с молоком, жемчужные, серебристые, нежно-зеленые, розовые. Очень красиво смотрятся белые платья с цветным узором, яркого оттенка – красного, зеленого, черного, синего и золотого цвета. Все это и даже больше есть в самом популярном свадебном салоне города – Купидон. Свадебный салон Купидон пользуется большой популярностью в городе. Здесь более 700 моделей и приемлемые цены. Помимо свадебного наряда, есть интересные варианты для подружек невесты. А если интересующие вас модели нет в наличии, ее всегда можно заказать по каталогу. И ждать изготовления и доставку платья не придется дольше месяца. Помимо всего прочего, вам помогут с прической, макияжем, букетом, с формением зала, машиной, рестораном. Подскажут ведущего, фотографа и оператора. В общем, в свадебном салоне Купидон вам помогут устроить свадьбу вашей мечты. Свадебный салон Купидон, улица Яблочная, 3. Телефон 8-921-262-1924. Современный стиль жизни требует современного оборудования как дома, так и вне его пределов. Когда речь идет о качественной технике, которая легко справляется не только со всеми бытовыми задачами, но и бережет ваше время, согласитесь, жить становится легче и приятнее. Подробности в специальной рубрике. Ухаживать за газоном сегодня гораздо проще, благодаря современному поливочному оборудованию, различным видам насосов. Ознакомимся ближе с некоторыми из них. Садовые насосы. Высокое давление, интенсивная подача и подъем воды на высоту до 70 метров. Такой насос обеспечивает полив больших площадей даже в автоматическом режиме, благодаря программируемому пульту дистанционного управления. Бочечные насосы оснащены удобным креплением и выключателем, позволяют использовать для полива дождевую воду, не поднимая тяжелую лейку. К тому же они экономят водопроводную воду. А вот садовый душ – полезное и даже незаменимое устройство уже для самих садоводов и всех тех, у кого есть дача или огород. Принимать душ таким устройством можно на улице. Каждому из насосов подбираются сопутствующие товары. Исходя из ваших целей и задач – это шланги, пистолеты, насадки и другие необходимые элементы. Кстати, помимо оросительных, насосы могут быть и бытовыми. Их задача – доставка воды хозяйственного назначения во все уголки дома. Они оснащены гидроаккумулятором, сглаживающим перепады давления. Поэтому во всех кранах вашего дома вода будет течь с одинаковым напором. В Калининграде приобрести продукты знаменитой фирмы «Керхер». Можно в «Керхер-центре» «Чистая компания» на улице Черняховского, 76Б. Команда профессиональных менеджеров, десятки наименований, бытовой и профессиональной техники, аксессуаров и дополнительной комплектации. Большой демонстрационный зал и самые заманчивые предложения. Садовый душ с телескопической трубкой – всего за 1086 рублей. Новая модель мини-мойки – К5-2012, приурочена к Чемпионату Европы по футболу 2012 года. Купив мини-мойку, мяч вы получаете в подарок. Только в «Керхер-центре» «Чистая компания». «Керхер-центр» «Чистая компания», улица Черняховского, 76Б. Телефон 77-2020. Красота и здоровье – вещи неразделимые. Сразу после рекламы начинаем ухаживать за собой. Не переключаемся. Сразу после небольшой рекламы вы увидите. Фиксируй яркие моменты вместе с большой переменой. Заботимся о здоровом и правильном питании. Воспитываем превосходный вкус, разбираясь в приправах и пряностях. Идем в кино. Выбор нашего глянца. Они знают, как создать новый образ и при этом не потерять свою индивидуальность. Как выглядеть ярко и при этом совершенно естественно. Сегодня они вновь приоткроют для вас завесу тайны над модными тенденциями этого сезона. И даже откроют сугубо профессиональные секреты. Встречайте, большая перемена во главе с Андреем Волконским потрудилась над созданием нового образа. Посмотрим, что из этого вышло. Всем привет! В эфире рубрика «Большая перемена» и я, и ведущий Андрей Волконский. Надежда и Наталья Жуковы в поисках собственного образа. Вы знаете, ходили вы по этим салонам? Ходили-ходили. Никакого проку. И вот решили обратиться на ваш проект «Большая перемена» и поучаствовать. Сделать подарок своей дочке на день рождения. По правилам «Большой перемены» отворачиваю наших героинь от зеркала. Что касается причесок для девочек, то оптимальным вариантом станут тоненькие косички. Их не должно быть много, и чем дольше они будут, тем лучше. Закрепить их можно цветными резинками. Также в качестве украшения хорошо будут смотреться заколки со свисающими нитками бисера, перышками, цветными прядями. Ну а более взрослому поколению стилисты предлагают дать волю своей фантазии. И главное, совсем не важно, какой длины ваши волосы. Прическа должна выглядеть слегка небрежно, будто сделанная на скорую руку. Завершить свой образ помогут такие аксессуары, как платки, косынки, широкие повязки. Переходим к заключительному этапу нашей перемены – макияжу. Тренд летнего сезона – минимум косметики на лице. И это касается как маленьких прелестниц, так и взрослых мам. Самое главное – помните, что девочкам не нужно краситься ежедневно. Макияж пригодится только в определенных случаях, таких как свадьба, детский утренник, выступление в секциях, кружках или отдельная фотосессия. Прямо сейчас вы встаете, идете переодеваться. Если ты хочешь принять участие в проекте «Большая перемена», отправляй свои фотографии и историю себе на электронный адрес, который ты видишь на своих экранах. Давайте меняться к лучшему. Море, солнце, пляж, летний сезон в самом разгаре. Это значит, что ни в коем случае нельзя расслабляться и забывать, что в купальнике вы просто обязаны выглядеть с ног шибательно. А возможно, это только при правильном и здоровом питании. Считаете полезное? Вкусным не бывает? Пять минут от шефа прямо сейчас разрушат этот стереотип с аппетитом. Приготовьтесь записывать. Красная рыба во все времена считалась благородной, и закуска из нее настоящий деликатес. Покупать нужно семгу весом от 4 до 6 килограммов. Это самый оптимальный размер, потому что на рыбе поменьше мяса немного, а побольше мясо грубее и имеет много жира. Сегодня шеф-повар Кафе Визави предлагает боярскую закуску из слабосоленой семги. Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты. Филе слабосоленой семги, огурец, хрен, маслины, лимон и зелень. Начинаем приготовление с семги, которую нарезаем тонкими полосками, а сверху хрен. В качестве начинки будем использовать огурец, который нарезаем тонкими полосками и заворачиваем в рыбу. Закрепляем шпажкой, на которой царит маслина, и выкладываем на тарелку. Украшаем лимоном и зеленью. Боярские рулетики и семги готовы. Приятного аппетита! Что может улучшить вкус пищи или наоборот испортить ее? Конечно же приправы и пряности. Существует несколько десятков добавок, которые мы ежедневно используем в пищу. Одни используют приправы строго по рецептам, мясу одно, к рыбе другое. Другие кулинары-любители инстинктивно на глаз. Мы разобрались в этом ароматном и остром вопросе. Что к чему подходит и что с чем едят? Узнаем прямо сейчас. Пряности – это вкусовые вещества, которые добавляются к пище для придания ей соответствующего запаха, вкуса, цвета, что способствует лучшему восприятию и усвоению пищи. В нашей стране пряности особенно широко используются в национальных блюдах Республик Средней Азии, Закавказья, Украины, Молдавии. Пряности применяются с различными целями. Почеркнуть специфические свойства продукта, придать готовому изделию соответствующий аромат, замаскировать нежелательный запах в продукте или блюде, изменить внешний вид, запах, цвет, вкус изделия. Усилить сохранность продуктов, способствовать лучшему восприятию пищи и тем самым повысить ее пищевую ценность. Ряд пряностей, например, зелень петрушки, укропа, сельдерея, не только улучшает внешний вид и вкус блюда, но и витамизирует их. Незаменимы пряности для приготовления маринадов, солений, квашений, компотов, сиропов, настоек, квасов. Хранить пряности нужно в молотом виде в стеклянной посуде с плотно закрывающейся крышкой для предотвращения их окисления воздухом и потери специфических свойств и ароматов. Используют пряности в небольшом количестве, как правило, мелко измельченными, чтобы не испортить внешний вид блюда. Ваниль. Плоды тропического растения в виде стручков, палочек длиной от 10 до 20 см, темно-коричневого цвета, со стойким, приятным ароматом. Ваниль и ванилин используют при производстве изделий из теста, кремов, компотов, желе, муссов, суфле, пудингов, продуктов из творога. Ваниль имеет сильный аромат и горький вкус, поэтому избыток ее может придать изделию горечь. Имбирь. Сухие корневища тропического растения и семейства имбирных. В настоящее время его добавляют в овощные и фруктовые маринады, соусы, кексы, компоты, сладкие изделия, варенье. Ну и, разумеется, знакомая нам японская кухня. Например, в тесто имбирь вводят в процессе замеса, в остальные блюда – после тепловой обработки. Гвоздика. В почке вечно зеленого глазичного дерева. Аромат жгучий, острый, пряный. Обычно употребляют в целом виде, так как при помоле быстро теряет аромат. Применяют гвоздику при изготовлении маринадов. Корица. Высушенная кора молодых побегов вечно зеленого дерева. Цейлонская, настоящая корица, имеет тонкий аромат. Китайская – более ярко выраженный. Выпускают ее в виде порошка или палочек. Используют в основном при изготовлении изделий из теста, фруктов, круп. Хорошо сочетается с яблоками. Можно рекомендовать в качестве добавки при изготовлении овощных и фруктовых маринадов. В горячие блюда корицу вводят перед окончанием варки, в холодные – перед подачей на стол. Очень вкусный кофе с корицей. Лавровый лист – высушенный лист благородного лавра. Промышленность выпускает также лавровые таблетки, форошок и эфирные масла. Перец используют в процессе приготовления первых и вторых блюд, а также консервирование и маринование овощей. Перец используют различные виды – черный, душистый, красный, целый в зернах и в молотом виде. Перец применяют для изготовления маринадов, супов, соусов, овощных и яичных блюд. Свежие модные идеи должны касаться не только еды, одежды и здорового образа жизни, но и репертуара, который вы планируете посмотреть в кинотеатрах любимого города. По традиции рубрика «Киногид» расскажет о самом интересном и заслуживающем вашего внимания. Подробности на последней странице нашего «Глянца». Кинотеатр «Заря» предлагает вашему вниманию только лучшие кинопремьеры. Любовь, страсть, тщеславие и отдых в Италии – все это в новой комедии «Римские каникулы». Ты вышла замуж за Кения. У меня IQ 150 или 160. В воде в евро считаешь, в долларах намного меньше. Новая лента неутомимого Вуди Аллена снова повествует о любви и сложных взаимоотношениях между поколениями. В центре истории – супружеская чета, приехавшая в Рим, чтобы увидеть итальянского жениха своей дочери. Только не здесь. Ты хочешь трахнуть парня своей подруги? Какая разница где? Вы не понимаете женщин. Не в бровь, а в глаз. «Римские каникулы». А в зале «Артишок» на этой неделе сразу три киноленты. Первая – это эротический фильм «Откровение». Вторая – автобиографическая картина «Бобби Фишер против всего мира». И увлекательная история «Гавр». Приятного просмотра! Ты красива, великолепна, стройна, а главное – любима. Ты достойна всего самого лучшего, в том числе и самого современного ухода за собой. Равняйся на лучших и веди исключительно здоровый образ жизни, и тогда все обязательно получится. Всего доброго и до встречи! Генеральный спонсор тележурнала «Страна советов» – стоматологическая клиника «Центрадент». Клиника «Центрадент». Полный спектр стоматологических услуг, ортодонтия, протезирование, имплантация, детская стоматология и многое другое. 25 лет успешной работы, 95 – врачей-стоматологов. Мы ждем вас ежедневно с 8 утра и до 9 вечера без выходных и праздничных дней. Клиника «Центрадент», улица Калужская, 3038. Запись по телефону 95-77-03. Партнер тележурнала «Страна советов» – фирменный магазин финской одежды «Лухта Финланд Фэшн». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok